Первый вертолет Ми-8 с медицинским модулем пополнил парк компании «Полярная авиалиния». Якутия в числе первых субъектов России получила новый вертолет по федеральной целевой программе. Отныне врачи санитарных рейсов смогут оказывать квалифицированную медпомощь прямо в воздухе. Продолжит Марьяна Кутукова. Уникальность этого вертолета не в его белоснежном цвете, а в профессиональном медицинском оснащении. Первый и пока единственный в Якутии вертолет Ми-8 со встроенным медицинским модулем будет выполнять санитарные задания в районах республики. У этого модуля имеется двое носилок, здесь и здесь, которые также снимаются. Пациента можно здесь перефиксировать при необходимости на время перелета. Также здесь имеется все необходимое оборудование для перевозки тяжелых реанимационных пациентов в том числе. Например, у нас есть монитор для наблюдения за состоянием пациента, за наблюдением фитальных функций, артериальное давление, пульс, нарушение ритма сердца можно превентивно посмотреть и так далее. Следующее оборудование у нас идет, значит, это аппарат искусственной вентиляции легких. Все оборудование является германское по производству и, значит, используется лучшими клиниками в центре и также для оказания экстренной неотложной помощи в европейских странах. Последнее обновление вертолетного парка Якутии было 25 лет назад. Поэтому получение нового вертолета с медицинским модулем – начало развития авиационной и медицинской отраслей региона. В ближайшее время в планах приобрести дополнительно второй вертолет. Не все регионы справляются с тем требованием лизинговой компании, который предъявляется. Они знают, что мы просили пять. Потому что на будущий год мы заявку сделали на два вертолета, дополнительно тоже еще. Надеюсь, что эта программа будет работать еще и в будущем году. Там деньги уже выделены и, в принципе-то, сейчас вертолеты России вот этот заказ будут внедрять. И вот мы сегодня должны получить еще и второй вертолет. Это дополнительно. Мы еще исходили из того, что пять вертолетов, они, конечно, часть будут более рентабельные, да, в густонаселенных. Но Арктику мы тоже не можем оставлять без этого. Поэтому в какой-то мере вот эти пять вертолетов будут друг друга перекрывать, да, и оказывать помощь будем везде, да, но в то же время и какой-то там, как бы рентабельность какая-то будет для авиакомпании, потому что это все не бесплатно. Но действительно средства у нас на санитарную авиацию предусмотрены в бюджете республики. И есть федеральные средства. И мы сейчас защищаем средства на 2018 год. Первый вертолет будет базироваться в аэропорту Магана. Второй предварительно отправят в филиалы Нюрбы, Зырянки, Батагая или Тикси. Все зависит от количества спроса больных. Отметим, что ежегодно по республике выполняется более тысячи санитарных рейсов. Всего за 20-летнюю деятельность авиакомпании «Полярные авиалинии» было спасено более 90 тысяч человеческих жизней. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НБК «Саха», Якутск.